Меня зовут Аурен, я работаю в компании Царко, Центр анализа и расследования Кибератак. Я работаю пентестером, провожу аудит безопасности информационных систем, веб-приложений и мобильных приложений. Давайте рассмотрим небольшой список, из чего состоят у нас информационные системы. Это у нас инфраструктура, это само по себе здание, в котором у нас происходит все это, электричество. Второй пункт, это у нас оборудование, сервера, роутеры, все, что можно потрогать физически. И третье, это у нас персонал, это люди, которые выполняют работу по созданию информационных систем. Сами по себе информационные системы уязвимы в 99% случаев только из-за того, что в них замешаны люди. То есть человеческий фактор является основной ошибкой и основными проблемами в ИЭС. Давайте я расскажу вам два кейса о том, как можно узнать чуточку больше о ком-либо, имея лишь его ИИН. И как обойти смс-авторизацию. Допустим, у нас есть приложение. Могу сказать так, что если вам больше 18 и вы живете в Казахстане, то, скорее всего, у вас есть аккаунт в этой системе, уже созданный. Итак, у нас здесь есть авторизация, в которую мы можем ввести ИИН и пароль. Также мы можем восстановить свой пароль. Как мы его можем восстановить? Мы вводим ИИН и нажимаем кнопочку «Отправить мне смс-ку». И в смс-ке будет уже какой-то одноразовый пароль, по которому вы можете создать себе новый постоянный. Я нажал, вбил, так скажем, случайный ИИН, нажал на кнопочку «Отправить смс» и получил такое сообщение. Дальше я должен буду ввести уже содержимое смс и ввести новый пароль. Итак, в три шага. Смысл такого метода восстановления пароля. Вы запрашиваете секретный код по смс. Код приходит на ваш номер, вы вводите код и заходите в аккаунт. Секретный код можно получить только через смс. Только в таком случае вы сможете быть уверены, что ваш аккаунт, ваша информация в безопасности. Небольшое вступление, как работают веб-приложения, мобильные приложения. Ваш мобильный телефон делает запрос на сервер, ответ приходит также от сервера. Допустим, вы отправили в каком-либо мессенджере сообщение «Привет». Это не вся информация, которая уходит на сервер. Вот предположительно полная информация. То есть у нас есть не только текст «Привет», также с вашего телефона уходит информация, к кому отправлено это сообщение, во сколько и от кого. Так же, как и сообщение на сервер больше, чем вы думаете, так же и ответ больше, чем вы видите. Допустим, вы отправили сообщение ВКонтакте, и далее сервер ВКонтакте ответил, что сообщение успешно доставлено, вдруг онлайн, которому вы отправили это, и то, что, допустим, сообщение уже прочтено. Так вот, давайте посмотрим, как выглядит запрос на то, чтобы восстановить пароль, так скажем, под капотом. Вот здесь у нас есть один параметр – INDA. А вот так выглядит ответ сервера под капотом. То есть то, что на самом деле прислал сервер. Здесь у нас есть два параметра – это номер телефона и секретный код. То есть, вбив IN любого человека в это приложение, вы можете сразу же получить его номер телефона и получить секретный код. Вот более крупная картинка, чтобы было видно, что да, реально, секретный код, который должен приходить только по SMS, возвращается напрямую с веб-сервера. Что в результате мы можем украсть любой аккаунт в этой системе, имея лишь только IN. И второй пример. Также обход SMS. У нас имеется похожее мобильное приложение. Скачиваете его, не знаю, в iOS, Apple, Google Play Market и так далее. Так, здесь у нас опять-таки вводится IN. Но есть небольшое вступление, что теперь вы вводите SMS каждый раз, когда заходите в приложение. Не только, когда вам нужно восстановить пароль, но каждый раз. Это якобы улучшает безопасность. Допустим, я попытался войти в чей-то аккаунт, вбил IN этого человека, но у меня нету SMS. Поэтому я, если видите на слайде, вбил просто 6 однерочек. В данном случае сам сервер мне ответил, что случилась ошибка, попробуй-ка позже. Давайте опять-таки заглянем под капотом. Что случилось, когда я вбил IN и нажал и вбил SMS. Здесь у меня автоматически определился какой-то номер клиента и вот сам SMS-код, который я вбил. В данном случае это у нас 6 нулей. Вот. Два параметра. Номер клиента и сам SMS-код, который я, по идее, не знаю. И так пришел ответ сервера, что введенный SMS-код неверный, доступ ты не получишь. Но давайте попробуем просто не отправлять этот SMS-код. В данном случае теперь параметров будет в два раза меньше. Мы просто отправляем клиент ID, это номер клиента, при этом полностью забыв про SMS-код. Вот. В более понятном виде. В данном случае ответ сервера изменился. Допустим, здесь уже видно, что сервер нам вернул номер кредитной карты, банковской карты, когда она истекает, количество денег на данной карте и история платежей. Например, один из платежей – это у нас оплата Алиэкспресс на сумму, если я правильно помню, это было 2000 долларов. Я не знаю, какой человек тратит 2000 долларов на Алиэкспрессе, но так было. Попытаемся представить эту ситуацию в реале, то есть отвернемся, отойти от всего и подумаем, как это могло быть в жизни. Предположим, вам нужно, чтобы ваш командир выполнил какой-то приказ, отпустил вас с уроков пораньше, я не знаю, всем раздал шоколадки и так далее. Вы попытаетесь подделать приказ. Но так как вы не знаете подпись или не умеете подделать подпись руководителя своего командира, вы, понятное дело, напишите какую-то билиберду, и ваш командир у вас, во-первых, не выполнит этот приказ, потому что он подумает, что за бред, и, возможно, вас накажет. Но если ситуацию с веб-сервером прокинуть в реаль, случилось то, что просто из этого приказа удалили полностью слово «подпись» и саму подпись. И в данном случае веб-сервер выступает вашим командиром, он увидел данный приказ, увидел, что раз слова «подпись» нет, то подписи, наверное, и не надо, и выполнил этот приказ. В результате всех этих действий получается так, что мы можем узнать финансовые данные любого пользователя данного мобильного приложения. Всем спасибо за внимание.